Очень рано и главное совсем не по той части. Вы понимаете, как бывает, что антисемитизм, он не просто существует и живет в каких-то людях, он еще и не туда направлен. Но вот, например, то, что касается моей семьи, вот в детстве я еще не до конца понимала всех вот этих ругательных слов, но почему-то это шло всегда про папину душу и по папиной линии. И почему-то вот с самого детства, если я читала какие-то скабрезные статьи на тему масонского заговора в Санкт-Петербурге, то именно мой отец Собчак фигурировал как главный еврей в этих рассказах. Парадокс ситуации заключается в том, что Анатолий Собчак к евреям не имеет никакого отношения. Собчак – это известная польская фамилия, Собчак, если вы посмотрите любой польский фильм, минимум трое операторов будут с фамилией Собчак. Это как у нас Иванов. Вот, и, соответственно, мой прадедушка по папиной линии, он поляк, бабушка у меня чешка, то есть, ну, совершенно другая история. А вот мама, мама, конечно, да, но про нее никогда никто не говорил ничего, только про папу, вот видите, какая несправедливость. Там, конечно, вот в этом смысле чуть-чуть по-другому обстоят дела. Валентина Владимировна Хлебосолова, моя бабушка и мой дедушка Борис Моисеевич Нарусович. И вот удивительно, да, ведь действительно в детстве столько я всего наслушалась. Но, мам, вот почему ты всегда оставалась в тени? Вот про себя ни одной статейки ни разу не была заподозрена. Все жители, все на папу, все он выдержал. Ну, все тебя оберегали. Ты не помнишь душераздирающие репортажи Александра Невзорова, когда он говорил, что Анатолий Собчак на самом деле принял девичью фамилию своей жены, чтобы скрыть, что он такой настоящий Мутингтельштейн. Ну, как ты знаешь, отвечать на этот бред не было возможности. Но тебе я всегда говорила, что твой дедушка еврей. Это правда, в общем-то. Что? Что Женя Филькенштейн до сих пор судится с Милоновым за Мадонну. Давайте не трогай.